МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которые телезрители и радиослушатели задают вопросы, прямо задают темы, которые обсудить несколько. Но сегодня я хочу подробно остановиться на вопросе, который высказали на Ютьюбе зрители нашей программы. Мы вещаем в эфире, в кабельных сетях, на спутнике, но у нас на каналах Ютьюба и на самом сайте телерадиокомпании, и на нескольких еще аккаунтах наши выпуски, в общем-то, посеваются в социальных сетях, и люди, в общем-то, скомментируют, задают вопросы, и основной массив вопросов, и как раз мы берем темы, мы как раз берем из этих комментариев. И, в общем-то, одна телезрительница сказала следующую вещь, что последние два выпуска стали, они, конечно, были динамичными там и так далее, но в целом познавательно интересного достаточно мало. Такое чувство, что информационная война знает больше, но останавливается как раз на пороге того, когда надо говорить о технологиях. Как, например, и она сама с Украины, она задала вопрос, вот как, например, взять и перехватить управление у элит, которые захватили власть в Киеве в 2014 году, с чего начать и чем закончить? Разные попытки, которые предпринимают там политические беженцы в Москве, ну, Николай Янович Азаров, там, Олейник и так далее. Несколько олигархов поднимают вопрос, что нужно вернуться в состояние 2013-го, начало 2014-х годов, но как это сделать методически? Вот сама технология вот такого вот вопроса людей интересует, и задали такой вопрос, и я думаю, что на него стоит ответить. Вопрос, связанный с вот этим панамским конфликтом, панамским скандалом пиарным, мы уже освещали в прошлом выпуске, то, что это информационная война, и она обращена против Российской Федерации и против персоны нашего президента. Это, в общем-то, настолько очевидно, что, мне кажется, даже останавливаться на этом вопросе не стоит. Об этом огромное количество информации и на Russia Today, и в новостных выпусках. То есть там обсуждать нечего. Поскольку вся офшорная сеть всего мира принадлежит тем же американцам и англичанам, и когда они рассказывают о том, что руководство Российской Федерации тесно связано с офшорной сетью, то это такое лицемерие, знаете, когда разговоры в пользу приезжих, они пытаются нам рассказать о том, что их система связана с нами, и таким вот образом выстроить эту информационную войну против людей, которые якобы неграмотны. А сейчас мир характеризуется тем, что даже простые люди в управлении понимают на порядок больше, чем некоторые управленцы. Но вернемся к главному вопросу сегодняшнего выпуска. Телезрительница задала вопрос о технологии. С чего начать и чем закончить? Возврат, перехват управления на Украине. Как это сделать? Сколько на это понадобится времени и денег? И вопрос на самом деле, его задают очень многие люди. Его задают очень многие люди, граждане Украины, его задают граждане Белоруссии, задают граждане Российской Федерации. Тут очень важный вопрос, знаете, какой? Прежде чем приступать к решению такой творческой проектной задачи, которая называется возвращение Украины в состав русского мира, в той или иной юридической форме, возвращение территорий, населения, сепарирование населения на людей, которые в принципе сознают себя русскими, говорят на русском языке и ничего не имеют против Российской Федерации или русского мира, и людей, которые стали оголтелыми русофобами для того, чтобы как-то вылечить это общество, для того, чтобы вот эти бандеровцы, которых на самом деле не более 10%, чтобы они не забивали информационное поле таким образом, как будто бы все украинцы у нас просто помешаны на русофобии, они все стремятся на Запад, и как будто бы, ну, в общем-то, какая-то болезнь настигла эту страну. Ведь это на самом деле не так. Но, с другой стороны, у нас на территории Российской Федерации и в других странах есть люди, которые используют этот информационный повод для того, чтобы обвинить во всех огульных грехах тотально все население украинцев, все население Украины, обвинить их вот в этом государственном перевороте, что все украинцы являются бандеровцами. Это тоже не так. То есть для того, чтобы правильно построить проект возвращения Украины, нужно задаться определенными исходными данными. И нужно понимать, что захват власти в 2014 году, 22 февраля, произошел небольшой группой людей, которые имели финансовый ресурс, которые имели медийный ресурс, которые имели определенное количество спикеров, которые, ну, говорили на митингах. Любые перехваты, они делаются публичной частью и кулуарной частью. Так вот, были определенные люди, которые вещали с трибуны того же Майдана. Это обязательная часть этой работы. И вот для того, чтобы построить проект, описать его, нужно четко понять, что нас интересует все население Украины, которое говорит на русском языке, или даже на украинском, правильно, украинском, но которые не являются, например, русофобами, до такой степени, что браться с автомата и идти там убивать русских. Убей в себе москаля, а если ты в себе убил москаля, иди убивать других. Вот таких людей мы хотим спасти. Мы хотим вернуть нормальное экономическое состояние Украину, мы хотим остановить разрушение промышленных предприятий, разграбление черноземов, которыми славится Украина, падеж населения. А нужно сказать, что за прошедшие два года вот этот экономический спад очень сильно отразился на демографии. Люди не только бегут с территории Украины, они не только выводят свои бизнесы, они еще и просто вымирают, потому что экономически жить, в общем-то, стало тяжелее в разы. То есть вопрос даже не то столько в коммуналке. Вопрос в том, что давление денег, связанное вообще в экономической среде, за любую работу резко понизилось, а расходы резко повысились. Это на самом деле прежде всего влияет на демографию. Больные старые вымирают, молодые перестают рожать, потому что содержать детей – это тоже большой вопрос. И в результате население Украины начинает сокращаться. Пан Гимун в Бейруте на совещании с лидерами ближневосточных стран об этом открытым текстом заявил. И среди самых-самых вымирающих городов мира на первом месте стоит, кто бы вы думали, какой бы город. Это город Днепропетровск. В 92-м году там было более миллиона двухсот тысяч, а сейчас там менее девятисот тысяч. Вот такое вот сокращение населения по временной шкале Днепропетровск у нас лидирует среди всех вымирающих городов. Но вернемся к проекту «Возвращение Украины». С чего начать и чем закончить? Я думаю, что надо вернуться к истории к 44-му году. Эту историю я рассказывал несколько раз в наших эфирах, но ее полезно сегодня повторить. Когда в 44-м году уже было понятно, что Советский Союз будет участвовать на стороне Соединенных Штатов Америки в войне против милитаристской Японии, и наши воинские части стояли на территории Монголии. Монголия у нас была историческим союзником во Второй мировой войне. А граница Китая – это была, в общем-то, граница милитаристской Японии. Япония оккупировала Китай в то время. И было понятно, что мы будем не только воевать против Японии, мы будем еще воевать за Китай. Китай – это огромная территория и колоссальное население. И вот тогда наши советские вооруженные силы, которые дислоцировались в Монголии, начали такую интересную работу с перебежчиками. Через границу Китая, милитаристской Японии, в скобочках, они начали работать с перебежчиками, и была, в общем-то, организована работа, чтобы наиболее подготовленных, наиболее трезвомыслящих, наиболее умеющих говорить, особенно представителей разных регионов, давайте сюда, собрали несколько тысяч человек. Обычными кадровыми методиками отсеяли посторонних, собрали примерно 3,5 до 4 тысяч человек, закрыли их в лагере на 90 дней. Из этих 90 дней, в общем-то, произошло следующее действие. Через 30 дней, через первый месяц, вышли так называемые исполнители. Их было примерно 65% от общего числа. Эти исполнители обучены определенным вещам, связанным с первичной работой на местах, связанные с арендой помещений, с работой с элитами, знающие вообще устройства управления на местах. То есть надо понимать, кто является людьми сильными на этой территории, с кем надо познакомиться, с кем надо прописаться, где надо закрешиваться, даже вот в таких, в общем-то, общечеловеческих понятиях. И вот эти исполнители были заточены на первичную работу. Они разъехались по всей территории Китая, каждый в свой регион, арендовали помещение и начали делать первичную работу, поджидая следующую группу. Следующая группа называлась «Тактики». Их было примерно 20-25%. Эти тактики знали уже намного более. Они уже могли управлять некоторыми структурами. Они разъехались и возглавили первичные ячейки, которые подготовили исполнители. А еще через месяц выехали стратеги. Это люди, которые были подготовлены к стратегическому управлению целыми регионами. В общем-то, разная информация, от 8 до 12 человек, это были стратегические управленцы. И, в общем-то, вот так вот была построена вот эта вот структура управления Китайской Народной Республики, которая, внимание, даже несмотря на культурную революцию, даже несмотря на то, что там были и триады, там были разные кланы, были китайские франкмасоны и так далее, и так далее, понятное дело, обучали не только тех, которые просто стихийно пришли, обучали тех, кого поставили. И вот, несмотря на это, в преемственности поколений весь управленческий аппарат Китайской Народной Республики показал определенные результаты. За прошедшие с 44-45 года полвека, чуть более, Китай показал, в общем-то, эффективность такой системы управления. И вот, в чем смысл вот такой вот школы управленческой, которая была создана буквально за один квартал? Понятное дело, это было больше. Кроме вот этих управленцев, которые накрыли своей структурой всю территорию Китайской Народной Республики, там было еще несколько вертикалей. То есть, кроме непосредственно управленцев, исполнительного механизма, это фактически речь идет об исполкомах. Там была построена вертикаль безопасности, то есть, это разведка, контрразведка и силовое прикрытие этих людей. То есть, среди тактиков и среди стратегов были люди, которые были публичными политиками, которые выходили, что-то могли говорить, если речь не шла о физическом их устранении, а речь шла просто о обычной агитаторской работе. Но этих людей нужно защищать, этих людей нужно контролировать, не дать им возможности, например, чтобы их перекупили. То есть, целый спектр определенной работы, которая связана с вопросами безопасности. При этом, обязательно нужно вести разведку на этой территории, нужно четко понимать, как эта территория устроена, кто тут самые главные фигуры, персонажи, которые определяют политику, все финансовые потоки, какое производство на этой территории. То есть, объем разведывательной работы достаточно большой. Соответственно, возникает служба безопасности. Есть еще медийная составляющая. Это целая инфраструктура, которая состоит из подготовленных специалистов. Причем, что самое интересное, эти специалисты, которые занимаются медийной составляющей, в то время это были газеты, сейчас это интернет, сейчас это видеокамера, микрофон, статьи, блоги. Вот эти люди по своему уровню подготовки, они не то что были не ниже тех тактиков и стратегов, они, в принципе, были вровень. Это был такой, знаете, кадровый резерв. Но эти люди отвечали за информационное сопровождение всех избирательных, если речь идет о мирном времени, или даже о боевых вещах, если речь шла, например, о прямом противодействии с милитаристскими, оккупантскими, там, японскими войсками. Получается, безопасность, структура управления исполкомов, медийная составляющая, ну и, конечно же, финансовая составляющая, поскольку такую машину все равно нужно кормить, политическая деятельность, она на первых этапах всегда. Это люди, им нужно что-то есть, они должны быть как-то замотивированы. Вот, в принципе, четыре структуры. По большому счету, что на Украине произошло за последние 26 лет? По большому счету, вот эта структура исполкомов, а мы с вами точно знаем, что все вертикали на Украине ставились у нас определенными людьми и во власти, и на местах. Там были выбиты все люди, которые, например, думали об Украине, ну, например, как о самостоятельном государстве. Вот это подчинение исполкомовское, вот эта структура исполнителей тактики и стратегии, она была полностью построена из людей, которые, ну, в общем-то, были подотчетны конкретным людям, и финансовое плечо, в общем-то, управляло. И в результате того, что произошел государственный переворот, и вроде бы, ну, там, Янукович, какая-то часть регионалов, она была изгнана с позором с территории Украины, а получается, что эта вертикаль была подстроена не под них, она была построена под аллигаторов, которые, на самом деле, являются смотрящими за кошельками неизвестных бенефицаров, кстати, владельцев той самой системы офшоров, которые в 91-м, 92-м, 94-м, 95-м, 96-х годах и осуществили всю эту приватизацию, в результате которой все промышленные, медийные и другие сельскохозяйственные активы, даже несмотря на то, что вроде бы земля не продается, но сами предприятия со всеми активами и правами пользования, они зарегистрированы где? В офшорах с английской юрисдикцией. Соответственно, конечные бенефицары, владельцы этих предприятий, которые управляют местными аллигаторами, они и заказывали управленческую музыку. И вот тут, с точки зрения проектного менеджмента, возникает вопрос, а как Украину вернуть? И я думаю, что основная проблема в данном случае заключается в том, что люди, которые задают вопрос, как вернуть Украину, с точки зрения управления, перехвата управления, построения исполкомовских вертикалей, построения структуры безопасности, построения медийной стратегии, в общем-то, не квалифицированы. Им не хватает вот этой самой школы. То есть, по большому счету, мне кажется, вот этот проектно-конструкторский метод возвращения Украины в состав российской ментальности, российского информационного поля, русского мира, нужно производить прежде всего, исходя из того, чтобы не отдавать олигархическим кланам вопрос подготовки управленческих кадров. По большому счету, управленческие кадры, которые были при Януковиче, с небольшими добавками людей, которые вырвались вперед, они остались на местах, они все равно там перекрасились, они там кричат «Украине слава», «Слава героям», они там чествуют убийцы за то и так далее, и так далее. И, по большому счету, перехват управления заключается в том, что этих людей надо кем-то заменить. А заменить надо еще и эффективными людьми. И тут эффективность не только в личной приспособленности к управленческой деятельности. Знаете, умение быстро отдавать команды, быстро соображать, хорошо говорить, проводить совещания, совершать все управленческие действия, следить за документнооборотом, читать почту, делать ответы. Ну, то есть определенный объем функций — это еще не все. По большому счету, если речь идет о перехвате управления на Украине, то прежде всего стоит идея, задача, а что людям предложить. Украинцы — это люди, которые живут в южных широтах. Они, в отличие, например, от северных русских, они отличаются по ментальности вот какими вещами. Это большая индивидуальность, индивидуализм. То есть люди, привыкшие к тому, что там плодородные земли, урожайность, соответственно, есть больше экономическая независимость, община как таковая, коллективный труд, сообща. Необходимости в этом меньше. Соответственно, люди больше индивидуалисты. Люди сами себе на уме. И для того, чтобы они, например, поддержали то или иное направление, а выборы на Украине делаются, мы знаем как, да? То есть выборы — это способ зарабатывания денег до следующих выборов. То есть людям нужно предложить модель будущей Украины. И вот это, мне кажется, самая основная проблема, из-за которой никакие школы управленческих кадров для новой украинской элиты до сих пор не производятся. Люди и те, которые живут на территории Украины, и задают вопрос о технологиях, и люди, которые находятся в изгнании в России, в Польше, там, в Белоруссии и так далее, они-то, наверное, на инстинктивном уровне понимают, что надо готовить управленческий корпус. Но идеологию, вот эту самую основную надстроечку, которая является двигателем построения любых структур, исполкомовских, безопасности, медийных, вот этой части ни у кого нет. И на самом деле без нее, наверное, и не высветится ничего. И мне кажется, что наша программа «Информационная война», поскольку Крым — это особая территория, мы очень хорошо понимаем Украину, насколько это возможно в нашей русской ментальности, мы были вместе с ними в рамках одного, ну, как бы даже унитарного государства. Мы, русские по самоидентификации, мы вернулись в состав Российской Федерации, и получается, что мы в такой растяжке, такой интеллектуальный информационный мостик между Украиной и Россией. Мы можем сформулировать не только цели и задачи, но и сами технологии, самую дорожную карту. И вот здесь возникает вопрос, а давайте абстрагируемся от Януковича, от Порошенко, от Яценюка, давайте абстрагируемся от всех аллигаторов, уважаемых, неуважаемых и так далее, от всех владельцев газет-вароходов, банковской системы. Давайте зададим вопрос украинскому обществу, что если бы, например, возникла ресурсная и кадровая возможность переустройства Украины огромной европейской страны, которая даже больше Франции, то на каких бы принципах люди хотели построить это новое государство? Хотели ли бы они, например, точно так же, как и Крым? У нас тоже был выбор. Это отдельное государство, либо мы возвращаемся в рамках Украины, мы живем, или мы в рамках России. У нас была такая вилочка, троечка. Давайте Украине предложим, давайте подумаем. Давайте, украинцы, вы подумаете. Вы хотите построить независимое отдельное государство, которое будет союзником всему русскому миру, либо будет противником всему русскому миру, и из вас будут готовить вот этих боевых псов для вторжения, для будущей войны. На каких принципах экономической жизни вы хотите построить? Как должна строиться собственность? Как должны имитироваться украинские новые деньги? Как вообще вы будете переучреждать новую Украину? Давайте попробуем сформулировать идеологию будущей Украины. Я не говорю Украины там 16-го, 17-го года. Украина 2020-го, 2025-го. Ведь можно вставить такую цель? Можно же рисовать такую картинку будущего? Потому что сама технология построения кадровой школы, подготовки исполкомовских вертикалей, законодательных вертикалей, силовых, она-то отработана как отчинаж. А вот что касается целей, а чего ради? Чего ради готовить огромный корпус специалистов, которые, ну, понятное дело, замотивированы, потому что власть это все равно управление ресурсами, но с другой стороны, у которых должна быть обязательно в голове и в сердце составляющая, касающаяся будущего. С точки зрения того, как будут жить люди на этой территории через, например, 5, 10, 15, 20 лет. Так вот, давайте смоделируем, независимо от Порошенков и Яценюков, а как бы надо было устроить Украину, которая исторически называется Русь, даже Киевская Русь, для того, чтобы на этой территории, ну, например, не разрушалась промышленность, чтобы на этой территории, например, были рабочие места. При этом Украина не только как сельскохозяйственная черноземная территория, когда Новый год встречается в соломенных шляпах, на полу постеленным соломой, а здесь еще и, например, выпускались на тот момент самые лучшие космические ракеты, самые лучшие ракеты баллистические, выпускалось тяжелый транспорт, выпускалось очень много высокотехнологического оборудования, которое на самом деле до 1991 года, на секундочку, занимало 40% мирового рынка. Именно в этом товарном секторе. И вот если поставить цели, не грабить чужие территории, а зарабатывать при помощи уже созданной инфраструктуры, еще до конца не разрушенной, готовить подрастающее поколение для того, чтобы они росли, способными зарабатывать, для того, чтобы эта территория вышла на самоокупаемость и рентабельность, ну, сколько можно брать деньги в долг, да еще и под такие черные проценты, дело даже не в процентах, проценты там небольшие, условия кабальные, а не колониальные условия у всяких международных валютных организаций, сколько можно брать в долг непрерывно и перестать вообще думать о том, как развивать собственное производство. Понятное дело, возникают вопросы собственности, вопросы конечных бенефициаров, вопросы регистрации предприятий медийных и промышленных в офшорах с английской юрисдикцией, это все понятно. Но давайте пока что отвлечемся от вот этих деталей, потому что в них можно утонуть. И сначала сформулируем цель. Для того, чтобы построить технологию возврата Украины, нужно четко сформулировать цель. Эта цель должна касаться не вообще Украины абстрактной, она должна быть четко разбита для разных социальных групп. А эти социальные группы бюджетники, чиновники, предприниматели, тоже достаточно большое сословие, которое зарабатывает себе сами, самозанятое население. Это должны быть и те же аллигаторы, как люди силы, которые распоряжаются достаточно большими ресурсами, у которых на самом деле тоже на перепуте, куда идти и куда податься. Лечь непосредственно под запад, если уже не лег, либо подумать 10 раз и сыграть в другую игру. То есть надо сформулировать цели, разложенные на разные целевые аудитории. Особенно молодежь. Особенно молодежь, которая воспитывалась 25 лет по западным учебникам, смотрела западное кино, смотрела западные образы жизни, модели поведения и так далее, и так далее. И вот если сформулировать эту цель, то под эту цель сама технология перехвата управления, она построится достаточно быстро. Там специалистов хватает. А вот специалистов, касающихся будущего Украины, на самом деле в природе почти что и нет. И это должны сделать сами люди на земле. Без этого движения вперед, в общем-то, может и не быть. Смотрите, прошло два года, 30-ти миллионное население после ухода Крыма и Донбасса, после исхода огромного количества беженцев и людей, просто приехавших на заработки по семейным вопросам, 30 миллионов. И вот это 30-ти миллионное население как обезглавлено. Вот взяли этаж управленческий и убрали. Эти люди сидят и говорят, а что мы можем сделать? А вот что бы мы можем сделать, это нужно взять и подготовить специалистов, которые этот этаж займут, которые смогут сформулировать манифест. С чего все начинается? С манифеста. Помните Карл Маркс свою коммунистическую идею? С чего начал? С манифеста. Это картинка будущего, что человек хочет построить в будущем. Вот то же самое нужно сделать сегодня и с Украиной. Нужен манифест. И если люди смогут написать манифест будущей Украины, пусть даже абстрактно, пусть даже не привязываясь к определенным реалиям, к людям силы, которые контролируют банковскую систему, промышленные потоки, вырубают лес там на Закарпатии и в других регионах, но цель сформулировать нужно. Цель, в отличие от плана, отличается тем, что мы не знаем до конца, еще в этот момент времени, как мы ее будем достигать. Но цель, как энергетическая сущность, она сама помогает строить обстоятельства, чтобы эту цель достичь. Она меняет образ жизни у очень многих людей. Вот с этого мы, наверное, должны и начать. Это что касается вопроса телезрительницы, которая задала вопрос, хватит говорить общие места, давайте поговорим о технологиях. Еще сегодня такое значимое событие, сегодня день российской анимации, с чем я вас и поздравляю. Весна пришла, это на самом деле хорошо. Я думаю, что все у нас будет хорошо и в дальнейшем. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание.